Другим темам Алексея Косова и Александра Петрова, обвиняемых в разбой и двойном убийстве, будет судить коллегия присяжна. К ее формированию приступили в Самарском областном суде. Напомню, по версии следствия, в ноябре 2013 года двое обвиняемых расправились с семьей предпринимателей Анной и Евгением Олейниковыми. Преступление было совершено в их квартире на улице Партизанская. Как установили эксперты, женщина была задушена, рядом лежало частично, но расчлененное тело ее мужа. Подсудимые скрылись с места преступления, завладев золотыми украшениями потерпевших, а также денежной суммой в размере одного миллиона рублей. Скрывались они в городе Нефтегорске. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев подсудимых, а также, когда сотрудники полиции начали отрабатывать всех знакомых Олейниковых, стало известно о том, что не мог найти Косова и Петрова. Полицейские задержали Алексея Косова, а позже Александр Петров сам явился с повинной. Как установило следствие, у убитого Евгения Олейникова и одного из подсудимых был совместный бизнес. Это ли послужило причиной преступления, пока неизвестно. Алексей Косов свою вину отрицает. Второй подсудимый признает частично. Виновны ли подсудимые и заслуживают ли снисхождения, предстоит решить коллегии присяжных. Спасибо. В то время Самара – это уездный город, улицы, которые тонули в пыли, в песке, ни мостовых, ни тротуаров. Представьте. Совсем другая жизнь была. И иногда он сам приходил в уныние, в уныние приходил. Тем не менее, он преодолел это уныние. Он превратил наш город в более-менее культурный, просвещенный. Выставка хороша своей компактностью. Удобные стенды легко расположить в коридорах учебных заведений, чтобы школьники могли поближе познакомиться с персоной Константина Грота. Экспозиция направится в школы, лице, библиотеки, музей Самары.